Начиная с 30-х годов прошлого века, уровень нашего IQ во всем мире значительно вырос. А произошло это не только из-за образования, но и благодаря улучшению условий жизни, как и лучшему питанию тоже. Хотя в последнее время ученые беспокоены тем, что наш коллективный интеллект за последние полвека упал на один пункт. И согласно экспертам, все, начиная от технологий до привычек в еде, может разрушать наш мозг, делая нас медлительнее, менее сообразительными и неспособными к оригинальному мышлению. Вот несколько привычек, которые могут снизить уровень нашего интеллекта. Первое – это любовь к жирной пище. Большое количество насыщенных жиров задерживает функцию допамина, важного нейромедиатора, который отвечает за мотивацию. Исследования показали, что питание, богатое жирами, негативно влияет на гибкость нашего ума, замедляет время реакции, ухудшает память и, как показали испытания, на животных вызывает чувство депрессии. Так, одно из последних исследований Университета Монреаля обнаружило, что большое количество насыщенных жиров влияет на функции мозга, разрушая нейронные цепи, что приводит к нарушениям настроения, наркотической зависимости и перееданию. Как и в случае с героином, чем больше насыщенных жиров вы едите, тем больше вам их хочется, и тем большие порции вам нужны, чтобы получить чувство удовлетворения. Следующая плохая привычка – это делать много дел одновременно. По мнению ученых, наш мозг не запрограммирован на многозадачность. Когда вы думаете, что выполняете сразу несколько задач, на самом деле вы просто перескакиваете с одной на другую, при этом гораздо быстрее расходуя глюкозу, истощая и сбивая с толку свой мозг. Стремление делать сразу несколько дел одновременно препятствует глубокому творческому мышлению. В результате наши мысли лишены новизны и более искусственны. Так, если вы отвлекаетесь на чтение электронного письма в середине выполнения задачи, вы снижаете свой IQ на 10 пунктов, так как ваш ум начинает блуждать. Именно по этой причине так опасно разговаривать по телефону, когда вы находитесь за рулем. К сожалению, мы не можем сконцентрироваться на выполнение нескольких задач одновременно, без ущерба для их качества. Ведь многозадачность наполняет наш мозг адреналином и гормоном стресса – кортизолом, которые мешают нам мыслить ясно. Серьезный ущерб нашему мозгу наносит привычка пользоваться поисковыми системами. Она влияет на то, как мы храним информацию. Поиск в интернете и доступ к информации в любое время значительно упростил нашу жизнь. Однако это также означает, что мы меньше стали полагаться на нашу память. Гиппокамп мозга имеет дело с новыми воспоминаниями. Ученые выяснили, что теперь мы с большей вероятностью вспомним, где мы храним информацию, чем информацию как таковую. А устойчивость нашего внимания упала в среднем с 12 до 8 секунд. К сожалению, такова цена комфортной жизни.